МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Беззаботное хозяйство, и я, ведущий этого выпуска, Сергей Новиков. Сегодня мы с вами поговорим о курах. Насколько это хлопотное хозяйство? Несут ли они яйца в том количестве, которое необходимо? И вообще, для чего люди держат кур? Прямо сейчас и узнаем. Сегодня в программе мы расскажем. Какая порода кур самая яйценоская? Зачем добавлять курам в рацион мясокосную муку? Для чего в курятнике вешают лампу красного цвета? Какое средство поможет избавиться от неприятного запаха на подстилке в курятнике и продлит срок ее службы? Здравствуйте! Здравствуйте! Я Сергей. Иван. Я здесь для того, чтобы познакомиться с вашим хозяйством. Очень приятно. Показывайте. Прошу вас. Спасибо. Ой, привет! Ку-ку! Кто это? Что за порода? Сколько у вас всего на попечении? Это курочки-несушки, хасиксы. А почему разного цвета? Ну, у них яички разные. И яички отличаются размерами. У белых крупней, у пятнистых немножко поменьше. То есть к Пасхе не нужно красить специально? Ну, можно так сказать. Сколько им сейчас? Им около года. И уже несутся? Да, да. Вообще, как у них жизнь построена? Когда они цыплята и становятся уже курицами? Ну, где-то на пятый месяц, после того, как они вылупились, они уже могут давать яички. Сколько дают? Ну, одна курица, одно яичко в день. Стандартно? Да. А если меньше, то курочков? Ну, это другая порода. А, понятно. То есть это те куры, которые несутся ежедневно? Да. Куры хайсекс были выведены голландцами в 1970 году путем скрещивания белого лигорна и Ньюгемпшера. Задачей селекционеров было выведение породы с высокой яйценоскостью. Дополнительно удалось снизить вес породы и, следовательно, потребление пищи, добиться быстрого роста крупного яйца и длительного периода высокой продуктивности. Эта порода попала в СССР в 1974 году и получила широкое распространение на птицефермах сначала в Крыму, а позже в Тюменской области, после чего распространилась по стране. Отличительной особенностью породы является красный гребень больших размеров, свисающий на бок. При покупке взрослой птицы следует обращать внимание на ноги. С возрастом желтый цвет сменяется серым. Закрой дверь, чтобы не убежали. Скажите, а почему здесь перегородка? Почему не общий курятник? У них разный возраст, это более старые куры, и у них у каждого свой петух, у каждого стада. А почему? Их как бы нельзя вместе совмещать, они начинают драться. То есть возраст птицы играет значение в их коммуникации? Да. Скажите, а вот эти куры постарше, чем они отличаются, и что выдает возраст у этих птиц? Ну, у них уже оперение более старое, спина, голову, линяют они. Эта порода поет вместе с остальными породами здесь, на районе? Ну да. А по яйцам они также несутся хорошо. Скажите, сколько яиц обеспечивают ваши куры? Ежедневно? Ежедневно около 35. Куда деваете? Съесть только нельзя. Продаем. Это у них летняя резиденция или здесь они зимуют? Нет, это у них летняя, зимует вот рядом с вами отсек. То есть там все утеплено? Да, утеплено и лампу инфракрасную на зиму. Подожди, подожди. Мы сейчас выходили из вольера и не закрывали за собой дверь прям сразу. Видимо, куры не выходят на улицу. Нет, они могут гулять у нас здесь на травке, на лужайке. Когда они разбрелись по участку, как загоняете обратно? У нас есть две собаки, они нам помогают. Меня интересует сейчас проблема болезни у кур. Насколько хлопотное хозяйство и как часто они подвергаются всяким проблемам? Болеют не сильно часто, но бывают. Для них имеются отдельные клетки. А, вон вижу. Да, куда они помещаются, прокалывают. Изолятор. Да, изолятор. Прокалываем бальтрилом. Это антилетик? Да, хорошее средство. И после этого, когда они уже выздоравливают, опять в стадо. А как вы определяете, что у кур какие-то проблемы со здоровьем? Ну, курица, она начинает как бы отдельно забиваться в угол, сидит, не шевелится. Остальные куры ее обижают, начинают заклевывать. Они ее пытаются просто дистанцировать от себя? Ну, они кровожадные, они клюют друг друга и могут до смерти заклевать. То есть в изоляторе вы помещаете курицу, чтобы ее подруги не заклевали, и заодно пролечиваете? И пролечиваем, да, прокалываем курс бальтрила. Вообще, куры как себя ведут? Они в компании никого не обижают? Куры очень кровожадные животные, поэтому мы повесили красный фонарь в курятнике. При расклевывании они не замечают кровь. Клюют друг друга? Да, очень сильно расклевывают. На фоне красного света незаметно кровь выступающая. И куры, соответственно, не провоцируются? Да, да. Я посмотрел, что у вас на полу ничего не лежит, ни солома, ни сено, ни опилки. Это умышленно? Но летом у них это земля, а зимой, когда холодно, мы подсыпаем опилки и всякие средства добавляем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совет. Если вы содержите кур, то упростить уход за ними призвано специальное средство доктор Робик. ЛГН 05-09. Что это? Это эффективный концентрат, который содержит особые бактерии. Они разлагают все отходы жизнедеятельности кур, делают подстилку абсолютно безопасной, убирают запах, ну и, конечно же, облегчают уход за курицами. Что такое подстилка в курятнике, я думаю, вам рассказывать не нужно. Это то, что находится на полу. Именно там собираются отходы жизнедеятельности, и потому эту подстилку нужно менять. Обычно те, кто держит кур, часто меняют подстилку в курятнике, для того, чтобы запаха не было, для того, чтобы там не размножались болезни и вредители. Доктор Робик ЛГН 05-09 – это бактерии для подстилки. Применяется средство для созревания теплой подстилки под животными в фермерских и домашних хозяйствах. Вес упаковки 2 килограмма, рассчитан на 20-25 квадратных метров подстилки. Как же применять Доктор Робик ЛГН 05-09? Насыпаем 200 граммов на один слой подстилки размером 4-5 квадратных метров. Толщина каждого слоя должна составлять 15-20 сантиметров. Увлажняем каждый слой подстилки один раз. Больше этого делать не нужно. Рыхлим верхний слой подстилки один раз в неделю. Можно и чаще, если есть необходимость. Более подробную инструкцию по применению средства Доктор Робик вы найдете на сайте производителя. Это средство по-настоящему универсальное. Во-первых, оно облегчает уход за курятником. Не нужно часто менять подстилку. Во-вторых, абсолютно избавляет от запаха. Аммиак нейтрализуется. Полезные бактерии, которые содержатся в этом препарате, эффективно справляются с отходами содержания птиц прямо в подстилке. А это значит, что ее нужно реже менять. Когда эти бактерии начинают работать в подстилке, повышается температура. Что очень важно при зимнем содержании животных. В свинарнике, в курятнике или вообще в птичнике. А еще, та подстилка, которая у птиц находится в курятнике, может использоваться для производства экологически безопасного компоста. А вот и куриный компост. Посмотрим, что здесь. Так, скорлупа. Яичная скорлупа – это то, что можно и нужно класть в компост. А вот сорняки и их корневище сюда класть абсолютно нельзя. Они загрязнят компост и потом размножатся на участке, куда мы будем закладывать этот компост. В принципе, куриное хозяйство дает много отходов. Сюда же в компостную кучу будет закладываться и подстилка, которая у птиц, и отходы их жизнедеятельности, и все это удобрит в итоге компост. Поэтому эта куча находится в правильном месте. А вот и крапива. Это, кстати, отличная добавка к куриному рациону, которая содержит большое количество витамина А и Е. Это то, что нужно курам для повышенной яйценоскости. А где у кур гнезда? У нас в теплом курятнике. Ага. Но несутся-то они там, в летней резиденции? Это пока они здесь летом, где отсажены. А у ваших кур, у старых и молодых, разный режим? Ну, режим примерно одинаковый, а несутся каждый в своем отведенном месте. Это где? Старые куры у нас, вот за мной, теплый курятник, у них есть проход. А у молодых имеются гнезда рядом в самом летнем курятнике. А это, я так понимаю, кухня. Что на обед? Это рацион нашим курочкам. Значит, на утро мы делаем, замачиваем пшеницу. Два дня она стоит, чтобы дала прорастание небольшое. Я вижу, уже появились корешки. Да. Это для лучшего усвоения и для повышения яйценоскости. Я знаю, что даже витамины начинают вырабатываться в этих зернах. Для кур также полезен картофель в отварном виде. Они хорошо его переваривают. Проваривать картофель обязательно, чтобы убрать солонин. Опасное вещество, содержащееся в кожуре зеленого картофеля. Ни в коем случае нельзя давать картофельную кожуру. Это слишком грубая для переваривания птицами пища. Картошку вводят в питание, начиная с 15 дня жизни цыплят. Добавляют по 100 граммов в сутки. Очень полезны для кур кабачки и свежая свекольная ботва. А вот с ее корнеплодами надо быть осторожными. Для кур это хорошее слабительное и в больших количествах вызывает сильный понос и общее ухудшение состояния. Еще один минус. Этот овощ окрашивает клоаку в красный цвет, что может вызвать в стадии каннибализм и расклев. А там что? Сухая? Это сухая, да, это запас. Это мясокостная муку добавляем, чтобы у них не было кровожадности, поменьше было. И мел. Мел тоже натираем терочкой для скорлупы. А сколько каждой курице требуется пшеницы? Одна порция на всех, да. Процеживается? Да, процеживается и прополаскивается, чтобы не запрела она. Дышала? Ну да, не забродила. Если забродит, то получается несушки садятся на яйца как бы. В принципе, эти куры не приспособлены для высиживания яиц. Но спровоцировать такое их поведение можно, если, например, корм, который мы даем, забродит. Кислая еда вызывает инстинкт высиживания. Скажите, а сколько всего живут куры? Да, около двух-трех лет. Два года они дают хорошего яйца. Потом меньше и через три года прекращают вообще давать яйца. После этого мы их отправляем в суп. Я слышал, что молодые куры несут мелкие яйца. Более взрослые куры крупные. Не выгоднее ли взрослых кур держать? Ну, взрослыми они становятся после того, как были молодыми. Просто взрослые их как бы невыгодно покупать. А в каком возрасте приобретаются птенцы? Полгода. То есть уже подростки такие хорошие? Да, и через полгода они вот как бы полгода им исполняются, и они дают яйца уже. А вы не хотите заняться разведением кур? Зачем покупать птенцов, когда можно разводить самому? Ну, вы знаете, каждый занимается своим делом. Мы выращиваем яйца, можно сказать. Как бы для того, чтобы они несли яйца, нам как бы невыгодно выращивать птенцов. Это и хлопотно, наверное. Ну, и хлопотно, да. И надо специальное оборудование. А эта порода та, которую вы будете выращивать всегда? Да, мы решили на ней остановиться. То есть это предел ваших мечтаний? Ну, можно сказать так. Устраивает все? Все устраивает. Ну что ж, мне остается только с вами попрощаться. Большое спасибо за рассказ о вашем хозяйстве и до свидания. До свидания. Итак, подведем итоги. Если вы хотите получать больше яиц, то лучше заводить породу кур хайсекс. Яйценосские куры несут ежедневные яйца уже с пятого месяца жизни. Больных кур стоит отправлять на карантин. Для этого необходимо построить изолятор. В рацион кур также необходимо добавлять мел. Для того, чтобы у них восполнялся в организме кальций и скорлупа яиц была крепкая. Для снижения кровожадности у кур следует добавлять им в корм мясо-костную муку. Редактор субтитров А.Семкин